Дворец Будды «Сострадание» на Верхней Березовке станет центром притяжения не только для верующих, но и для туристов со всего мира. Здесь строят не просто храм, а многофункциональный комплекс, где будут проводить обучение и ретриты для снятия стресса и гармонизации состояния. А еще будут принимать на реабилитацию военнослужащих СВО. Ежемесячно будем проводить ретриты, потом небольшая библиотека, здесь будут лекари, ламы принимать, будем практиковать восточную медицину. Будем практиковать. И здесь она будет не только дуган, который обряд делает, а здесь она будет многофункциональная, здесь будут учения проходить. Будущий дворец впечатляет своими размерами. В основном в зале смогут вместиться до тысячи человек. Внутри возведут величественную статую Будды «Сострадание» из байкальского кедра высотой 17 метров. Изготовит ее знаменитый скульптор Дашин Амдаков. Вот здесь большие четыре колонны. Между ними будет восседать Ариабала из кедра. Я везде побывал. В Тибете, в Индии, в Юго-Восточной Азии и так далее. Нигде нет из кедра. Только у нас в Бурятии очень много было из кедра статуи. Дворец на территории Улан-Удэнского Датсана возводят на пожертвования прихожан и спонсоров. Администрация города оказывает поддержку в благоустройстве территории. Начиная с 2014 года в Датсане на Верхней Березовке началось возведение нового корпуса, нового здания дворца Будды Авал-Китишвары. Администрация города также не остается в стороне. Активно оказывается действие в благоустройстве. На данный момент Датсан готов более чем наполовину. Предстоит еще завершить крышу, утеплить стены и отделать их изнутри. Строительство требует больших материальных вложений. Без помощи горожан не обойтись. Внести свой вклад в благое дело можно, жертвуя в Дива-Жендуга на Верхней Березовке. Олеся Цикина, Валентина Цибикова, Жанна Ощепкова, Батогармын. Новости дня.